Ты здесь бывал? А я очень люблю это местечко, тут симпатично. Ты еще молодой и наверняка не видел той передачи. Она была в пользу раненых солдат. У нас еще много больниц, где лежат ребята, искалеченные войной. Я знаю. Вот туда садись. Тебе что? Я бы поел. Да, и колу. Виски, колу и что-нибудь поесть. Ну так вот, все было как всегда. Брэдли был выше всяческих похвал. И вот в самый разгар веселья на сцену вскарабкался странный солдат. Ну-ну. С головой забинтованной так, что лица вообще не было видно. Он доковырял до Брэдли и поднял костыль. Дорогой Тони. Спасибо, что ты с нами. Твои шутки и песни мы знаем наизусть. Они всегда с нами. В бою, на отдыхе, даже во сне. Они приносили нам теплое дыхание родного дома, близость родных и друзей. И нам это помогало легче переносить все тяготы войны. Потом солдат обнял и поцеловал Брэдли. И знаешь, Тони заплакал. У него текли слезы. Он подошел к микрофону и сказал. Братья, иначе я вас не могу называть. Мне трудно говорить, но я должен сказать. Все, что я делал до сих пор, это недостаточно для того, чтобы быть достойным вас. Тех, кто в тяжелейших условиях сражается за вечные идеалы свободы и демократии. Я становлюсь донором. Я отдаю свою кровь вам, тем, кто каждый день отдает свою. Ну, что скажешь, класс, а? С ума сойти. И вот этой Билибердоева возбуждали патриотизм? Ты другого поколения. Ты ничего не понимаешь. На другой день все донорские пункты были забиты до отказа. Забиты. Брэдли сразу стал знаменитым. Ну, понимаешь? Извини. А кто это все придумал? Билли Хадсон. И тот солдат, который целовал Брэдли, тоже был я. Может, ты скажешь, что это плохо придумано? Придумано грандиозно. Правда, когда Брэдли узнал, он чуть не напил мне морду. Он не мог простить меня, что я вытащил из него искренние слезы, слезы патриота. А уж забыть, забыть он не мог до последних своих дней. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.